Итак, мы рассмотрели уже две вкладки партикуляра. И перейдем к следующей вкладке Shading. Для начала мы возьмем источник света, создадим и заанимируем ему какое-нибудь движение, предположим уменьшим таз 151, движение сюда и движение вниз. Вот так. И у источника частиц мы укажем следить за светом. Он говорит, что это у нас не эмиттер, называем эмиттер. И вот у нас все заработало. Поставим разброс поменьше и включим побольше частиц, покрупнее сделаем разброс по размеру. Скажем, чтобы они у нас исчезали, то есть они появляются. Давайте даже вот так появляются и потом исчезают. Белость FromOcean оставим. И size давайте даже вот так. Вот у нас такой след. Так у нас сработало. И заходим во вкладку Shading. Смотрите, у нас активно сейчас две, точнее три вкладочки. Shading Off и Shadowlet for Main и for Aux. Мы рассмотрим пока Main. Если мы включим On и увеличим количество частиц, вы увидите, что между ними создается уже тень. И наш дымок становится более-менее реалистичным. То есть Shadowlet это такие самозатемнения, наверное, можно так сказать. У него есть настройки. Можно поставить различный цвет. Например, можно сделать не совсем черный, а чуть красный. Силу подрегулировать прозрачность этих элементов, размер. Тем самым контролируя их расположение. Также можно контролировать, где они будут позади, всегда впереди или автоматически. Чаще всего можно использовать автоматически. Как вы помните, что у нас был тип облачка здесь. И если мы поставим облачка, то у нас эти Shadowlet становятся еще красивее. И, точнее, результат у нас становится еще красивее. Вот такое что-то типа тени. Теперь, если мы включим он, у нас от нашего источника света. Давайте сделаем его таким оранжевым. Вот вы увидите, что наши частицы стали освещаться от него. Чем дальше уходит, тем они оранжевеют. Вблизи они более яркие становятся. Причем интенсивность будет определять, как это все у нас светится. То есть можно сделать как угодно. Поставим 100. По умолчанию включается режим он. Это натуральный, точнее, Natural Logs, где есть у нас такое нелинейное использование. То есть если мы поставим Non After Effects, у нас просто все равномерно закрашивается. Есть только вот две крутилки. Natural у нас становится зона, можно сказать, затухания или яркости. Мы можем контролировать. То есть здесь немножко другой график использования света. Также можно покрутить вот эту diffuse, то есть силу свечения подкрутить. Вот в принципе и все. Вот это скорее всего откроется для другого типа. Предположим, спрайт. Вот у нас скрываются другие настройки. Но пока мы туда не идем. Вот вернемся к облачкам. Итак, настройки света. Еще один момент. Если мы создадим источник света, который называется Shadows. Создадим его, предположим, цвет синенький. Или давайте белый. И попробуем его подвигнуть сюда. Вы увидите, что у нас тени меняются в зависимости от параметра координата этого источника. То есть, используя эту несложную технику, где у вас есть Emitter и, например, Shadow источник, вы можете контролировать, где будут тени у ваших частиц. Это то, что касается настройки вкладочки Shading. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...